Предвыборная кампания в Думу седьмого созыва сильно отличается от активной агитации 2011 года. Комитет гражданских инициатив и движения «Голос» назвали такую стратегию партии власти «Кампанией тишины». Власть, вот с учетом каких-то публикаций, соцопросов, заявлений, она делает все, чтобы отвратить избирателей, ну, скажем так, протестного или оппозиционного, от этих выборов. Ну, что не за кого голосовать, что все решено. Ну, да. И понятно, что, безусловно, явка тогда будет ниже. У власти всегда есть административный управляемый избиратель. Их четкое число, их не может быть больше. В отличие от «Единой России», коммунисты вели активную кампанию, раздавали листовки и проводили партийные мероприятия. Мы все сделаем, чтобы восстановить народную власть, чтобы советская власть укреплялась на всех пространствах нашей бывшей общей Родины. Как можно раньше кампанию постарались начать и оппозиционные кандидаты. От «Яблока» и «Парнаса». Главная наша цель – это быть в Государственной Думе, начать перемены. Начать системные перемены, которые требуются в стране. Очень требуются. Страну надо спасать. Нынешняя власть губит страну. Борьба за места ушла в регионы и округи. Сейчас тоже можно говорить, что есть несколько округов, которые по выборам в Государственную Думу, которые тоже вызывают интерес у населения. Ну, возьмите, например, Тушинский избирательный округ. Там Бобурин, там и Гудков. Вообще активность очень сильно зависит от конкурентности. А это самый важный вьян, самый главный вьян наших выборов – отсутствие реальной конкурентности. В последнюю неделю перед парламентскими выборами в России агентство в ЦИОМ, уже много лет считающееся главным социологом Кремля, опубликовало электоральные рейтинги. По их данным, «Единая Россия» набирает популярность и уверенно лидирует с более чем 40% голосов. Второе место по результатам опроса занимает ЛДПР с 12%. Коммунисты теряют свои позиции за неделю до выборов, за них готовы проголосовать чуть более 7%. Еще одна парламентская партия «Справедливая Россия» сохранит свою фракцию в Думе с результатом чуть более 6%. Демократические партии «Яблоко» и «Парнас» могут рассчитывать примерно на 1% голосов каждое. Для «Яблока» это означает лишение госфинансирования, которое по закону получают партии, не прошедшие в Думу, но набравшие больше 3%. Катерина Кочкина. Настоящее время. Неделя.